Дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. И знаете, прежде чем я буду проповедовать, я хочу сказать, что мы можем жить с самой наилучшей жизнью на земле. Многие думают, что когда ты придешь к Богу, ты должен страдать, ты должен от всего отказываться. Но представьте, что вы приходите к Богу, вы отказываетесь от всего плохого. Но вы же не отказываетесь от хорошего. Господь дает вам лучшее, Он дает замену намного лучшее. Вот просто представьте себе, например, в молодости какой-то парень подумал, дай-ка я попробую наркотик или алкоголь. О, ему так классно было. Он там потом рассказывал своим друзьям свои ощущения, как там то. И он, знаете, он начал употреблять, его жизнь рассыпалась. Рассыпалась так, что он стал одиноким, разбитым, ненужным. Он потерял все. Представьте, он не ожидал, что такие хорошие вещи могут привести его к разрушению. И вы знаете, что Бог, Он способен даже жизнь такого человека изменить. И Он, забирая боль, которая уже потом присутствует, там нет уже удовольствия. Он дает человеку наслаждение. Для такого человека наслаждение уже не существует. Даже наркотик, даже алкоголь уже не является наслаждением. Есть люди, которые перепробовали абсолютно все, их больше ничто никогда не удовлетворяет. Что таким людям делать? Что пробовать тогда? Попробуй Иисуса Христа. Попробуй впустить его в свое сердце. И ты увидишь, как жизнь твоя изменится к лучшему. Как придет весна в твою жизнь. Придет праздник в твою жизнь. Счастье настоящее придет. И тебе не придет потом счет за это. Вы знаете, как дьявол делает? Он что, глупый что ли? Давать тебе просто так кайф. Давать тебе веселье. Он-то даст тебе. И тебе будет очень весело. И ты будешь и на столе танцевать пьяным. И будешь и такие вещи делать, всякие выкидывать номера. И все. Но в конце он пошлет счет, который тебе придется оплатить. Всей своей жизнью, всем своим здоровьем, всей своей судьбой. Тебе придется расплачиваться за грехи. За грешные наслаждения. Послушайте, когда Бог дает наслаждение, я вам говорю, Бог дает наслаждение. Он дает мир, дает радость. Представьте, Бог дает радость. Мне не надо для этого стимуляторы какие-то, допинги, чтобы мне радоваться, чтобы мне смеяться. Я могу в Божьем присутствии радоваться, и мне будет хорошо. И за это не приходит что-то, не приходит расплата. И я просто после этого понимаю, что мой Бог, в Которого я верю, Он добрый, Он хороший. С Ним хорошо. С Ним хорошо. Везде хорошо. Дома хорошо. На работе хорошо. Вы думаете, Бога нельзя брать на работу или в школу? Он всегда внутри живет. И я вам скажу, вы можете жить жизнью в совершенной воле Божьей. Вы можете идти рядом, параллельно воле Божьей, по другой улице, страдания, депрессии, разочарования, боли. Но вы можете принять волю Божью в свою жизнь совершенную и жить, и наслаждаться этой жизнью. Просто представьте, наслаждаться жизнью. Аллилуйя. Потому что Царство Божье, куда входит каждый верующий, то есть куда входит каждый грешник, рождаясь выше, там, что там находится? Там праведность, мир и радость во Святом Духе. Ничего негативного там не сделано. Праведность, мир, радость во Святом Духе. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, тема проповеди будет называться «Глаза веры». Я прямо в прошлую молитву, когда мы молились дома в пятницу, я реально в Духе Словом услышал вот эту фразу «Глаза веры». Друзья, человек, рождаясь свыше, обретает глаза веры. Где эти глаза находятся? В нашем Духе, в нашем сердце. Это не физические глаза. Это глаза нашего Духа. Ефесянам 1 глава, 17 стих. Давайте откроем Слово Божье и будем читать. Здесь апостол Павел пишет. Я буду читать в современном переводе. Ефесянам 1, 17. Я молюсь, чтобы Бог, нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам Духа премудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, которой Он призвал вас. Сколь велико богатство славы, которую получат в наследство святые. Аминь. Апостол Павел молится за верующих. Они, можно сказать, познали Бога, немножко встретились с Ним, немножко познали, но он говорит, я молюсь о том, чтобы больше познали Бога. Лучше познали Его. Чтобы вы лучше познали Его. Потому что чем больше ты познаешь Бога, тем ты, сам ты, меняешься в Его образ. Ты становишься таким же, как Он. А Он – это самая хорошая личность во всей вселенной. С помощью глаз веры мы можем видеть духовную реальность и приносить ее в физический мир. Давайте просто даже представим, например, в физическом мире. Садится художник. Художники, они не от мира всего. Ну так кажется иногда, порой. Вот садится художник. Перед ним ничего. Просто белое полотно. Он садится. Перед ним ничего нету. Вокруг него ничего нету. И он начинает шедевры рисовать. И ты думаешь, откуда? Откуда? Я не понял, где ты это взял? Где ты это увидел? Где? Бывают очень красивые вещи. Бывают страшные вещи. Но они берут это. Они видят как бы это в своем воображении. И они выносят из того мира, из духовного мира и перекладывают на полотно. Также, например, дизайнеры. Они видят. Они приезжают, например, архитекторы, строители. Они просто могут приехать в пустыню и увидеть там целый цветущий город. Ты, когда увидишь пустыню, такой, будешь думать, боже мой, жара невыносимая, ночью холод невыносимый. Что здесь вообще может жить? Смотришь, там сейчас рай, можно сказать, в некоторых пустынях, да? Мы знаем. Думаешь, как? Как? Ну ладно, построили бы там, я не знаю, на песке бы там избушку какую-то. Так строят самое высокое здание в мире. Подождите, а как оно появилось? А дело все в том, что приехал архитектор, приехал дизайнер, приехал заказчик. И он увидел его. Но ты приедешь, ты увидишь пески. Так же и здесь, например, у нас, наш ландшафт. Ты увидишь лес, а кто-то увидит там, например, супермаркет. Тут увидишь школу там или там, например, целый район людей, где будут рождаться, расти, вырастать дети. Их детство там будет, вся жизнь проходить. Представьте, как могут люди по-разному думать. И даже в физическом мире уже люди, которые даже не знают Бога, не встречались с ним, они используют этот секрет. Они пользуются, можно так сказать, глазами веры. Представьте, как можно увидеть такой дом почти километр, 800 с лишним метров. Ну как? Построить его, где основания прочного и нету, нету скал и пески. Как? Я задумывался, меня это просто потрясало. Как можно вообще сделать? Там ни условий нет, ничего. А это ничего и не надо. Главное, что ты видишь, что ты и вынесешь оттуда. И вот кто-то увидел, например, дом с километр. Таких домов нигде нет. Ну скажите, где есть дом с километр? Высотой. А там есть. Физический мир всегда благословляется духовным миром. Так как вначале Бог сотворил небо, потом землю. Мы читаем Библию, открываем с первой страницы, первая вообще информация. Там пишется, вначале сотворил Бог небо и землю. И написано, земля была безвидной и пуста. Не написано, что небеса были безвидные и пустые. И вот давайте даже в физическом мире порассуждаем. Если сверху, с неба, не будет капать дождь, вода не будет литься, никакая плодородная, какая бы земля не была бы хорошая, она не принесет никакого урожая. Вы согласны? То есть, чтобы был урожай, ты можешь посеять на поле, что угодно. Но если не будет сверху что-то падать, дождя не будет, то ничего не вырастет. Это прообраз духовных вещей, что весь хороший дар, весь благой дар, каждый благой дар, он приходит свыше. От Бога, из духовного мира, из небес. Когда мы молимся, молитва «Отче наш», мы молимся как? «Отче наш, сущий на небесах, живущий на небесах, мы обращаемся туда, мы просим у него, дай хлеб нам насущный. Мы не просим у земли, мы просим у Отца Небесного, потому что наша жизнь уже зависит от Него. Мы от Него просим благословения и восполнения всех физических нужд, и духовных, и душевных. Давайте поговорим об Иисусе. Он пришел на землю. До земли Иисус уже существовал. Но Он родился и стал человеком. Бог стал человеком. Он умеет умоляться и умеет быть простым. Многим людям, им сложно быть простыми. Они такие важные, 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 важные. А представьте, Бог, величественный Бог, которому поклонялись ангелы, Он мог стать человеком простым, ходить так же по дорогам, как мы ходим. И Иисус любил менять судьбы людей. Он для этого и родился. Их внешний дизайн. Знаете, Иисусу часто не нравилось, как выглядит человек. И Он говорит, знаете, Иисус, Он всегда имел глаза веры. Он всегда, когда смотрел на человека, Он не смотрел на его внешность. Он не смотрел и не воспринимал его на данный момент, как он выглядит. Может быть, с ним случилось что-то, поэтому он так сейчас выглядит. Вот сейчас мы, например, здоровые. Мы так более-менее нормально выглядим. А знаете, когда человек, например, заболеет, он уже по-другому выглядит. Там опух, глаза там щелки такие, знаете. Там что-то случилось с ним. И все. Но это не означает, что Он всегда так выглядит. Он должен измениться. И когда Иисус смотрел на людей, Он никогда не смотрел на них на данный момент. Он всегда смотрел на оригинал. Знаете, как, например, строители, да, они берут чертежи. Их не волнует, что сейчас их окружает. Они смотрят в бумаге. Он не смотрит на внешние обстоятельства. Он смотрит на чертежи. На чертежах нарисовано. Вот так должно быть, вот так, так. Стена здесь должна пойти. Электричество должно здесь пойти. Здесь такой цвет обои будет. Здесь такая краска будет. Так, здесь будет сантехника. И Он все смотрит отсюда. И отсюда Он выносит и меняет полностью дизайн. И иногда ты удивляешься, как из такого развала, вообще, можно сказать, ничего не было, появляется такая красота. Потому что есть дизайн, есть проект. И вы знаете, Иисус, Он, образно говоря, всегда имел проект каждого человека. И когда Он смотрел на прокаженного, ему не нравился дизайн прокаженного. Что Он весь чешется, что у Него отпадают пальцы, нос, уши, все органы, все конечности отпадают. Иисус говорит, мне не нравится. Так не должно быть. В твоей жизни ты должен быть нормальный, здоровый, чистый человек. И Он исцелял прокаженных. И мы читаем это в Библии, в Евангелиях. Он менял их дизайн. И все, прокаженный. Он был прокаженным только до того момента, пока Он встретился с Иисусом. Потому что с Иисусом жить в таком дизайне – это невозможно. Он не смирится. Только если ты сам скажешь, не трогай меня, отойдет от меня, тогда Он ничего не будет делать. Но если ты желаешь, как один прокаженный пришел в дом, где возлежал Иисус, и Он такой говорит, прошу тебя, если можешь, если хочешь, очисти меня. И Иисус коснулся его рукой и сказал, хочу, очистись. И Он моментально очистился. Проказы – это надо понять, что это неизлечимая болезнь, от которой невозможно выпить таблетку и исцелиться, или лекарство, или пройти терапию какую-то. Это невозможно. Это все. И ты понимаешь, что у тебя смертный приговор подписан, теперь просто у тебя обратно считаются секунды. Песочные часы, уже мало песка осталось, все, ты умираешь. И вот такие безнадежные люди приходили к Иисусу и получали новую жизнь, новую судьбу. Аллилуйя! А почему? Потому что Иисус, Он всегда смотрел на оригинал. Он никогда не смотрел физическими глазами на человека, Он использовал духовные глаза. Даже знаете, как вот, например, маленький ребенок, в нем можно рассмотреть, например, какого-то великого чемпиона спортивного, да? Привели на тренировку, раз тренер, например, увидел в нем чемпиона и вытащил из него чемпиона. Он не был чемпионом, он был маленьким ребенком, но из него тренер вытащил чемпиона. Он увидел в нем потенциал. И Иисус часто, Он использовал, Иисус не часто использовал, Иисус постоянно пользовался глазами веры. Вы знаете, что Иисус даже на нас не смотрит, как на обычных людей. Бог на нас смотрит через кровь Иисуса Христа. И мы названы, мы во Христе. И написано в Библии, что тот, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Потому что не просто тот, кто верит в Бога, того, что все хорошо, тот, кто во Христе, должен быть во Христе, не сам по себе, а во Христе. Иисус любил менять судьбы людей, их внешний вид, можно сказать, дизайн, их внутренний дизайн. Они были разбиты часто, подавлены. И Иисус говорил, не бойся, только веруй. И Он вселял надежду, и Он производил изменения, такие, что это была сенсация, это было чудо, и народ хватался за голову и говорил, мы никогда такого не видели. А Иисус это делал. Почему? Потому что Он всегда смотрел в оригинале. Глаза веры всегда видят оригинал. Наши физические глаза, знаете, мы смотрим иногда на человека и ставим на нем крест. О! И мы ему приписываем такое клеймо. Горбатого могилу исправит. И мы говорим так, и все. И ставим на человека крест. Бывает. И мы говорим, не, этот человек никогда не изменится. Кто-кто этот никогда не изменится. И мы поставили, знаете, точку в приговоре. Наш приговор. Но Бог никогда так не смотрит. Представьте, если бы кто-то на нас так сказал. Иисус смотрел всегда на человека глазами веры. Иисус не просто смотрел на человека глазами веры. Иисус жил благодаря глазам веры. Потому что глаза веры смотрят в духовный мир. Наши физические глаза, как ученые уже говорят, что мы не смотрим глазами, мы смотрим мозгом, а глаза используем как линзы, через которых идет поток информации в наш мозг, и мы обрабатываем. Мы смотрим на зеленые цветы и видим, ага, зеленые цветы, это наш мозг обрабатывает информацию, но не глаза. Мы не видим глазами, глаза всего лишь преломляют эти лучи, и большая часть информации в жизнь человека приходит через зрение. Как он развивается, как он общается, соприкасается с миром, развивается он то, что видит. Иисус всегда смотрел на обстоятельства, на людей, он всегда смотрел глазами веры. Глазами веры, друзья, братья и сестры, Господь подарил нам, давайте пользоваться ими. Глазами веры можно увидеть в грешнике святого человека, можно увидеть своего брата, свою сестру во Христе. Если ты просто посмотришь, ты можешь увидеть глазами веры, ты можешь увидеть в нем своего брата во Христе, ты можешь увидеть его святым. Но это невозможно. Это невозможно в физическом мире. Но в духовном мире все возможно. Все возможно тому, кто верит. Друзья, глазами веры в алкоголики можно увидеть здорового и трезвого человека. Мы говорим, нет, это невозможно. Это невозможно. Да, то, что ты видишь физическими глазами. И то у тебя есть опыт, потому что он не меняется, он такое продолжает. Продолжает такой образ жизни. Но если ты увидишь духовными глазами, через молитву, Бог тебе будет показывать, как он выглядит в духовном мире, ты его увидишь совершенно другим человеком. Вы знаете, можно смотреть на больного человека и видеть его здоровым. Однажды Иисус смотрел на одну женщину. И написано, что Иисус даже про нее сказал, что дьявол сковал ее, согнул ее. И она вот так вот ходила и рассматривала землю. Представьте, если она хотела посмотреть, она не могла разогнуться, она должна была как-то, наверное, глаза может поднимать, я не знаю как. Иисус сказал, мне не нравится, как дьявол, но доиздевался, надругался над этой женщиной. О, женщина, у тебя другой дизайн, ты неправильно выглядишь. И он ей что сказал? Он то, что видел, то и говорил. Он говорил, женщина, ты освобождаешься от недуга своего. И написано, и в тот час женщина выпрямилась и стала ровной. Ровной. Не то, что у нее чуть-чуть кривой позвоночник, знаете, сутулая там, например, осталась. Понимаете? Абсолютно здоровая женщина стала. То есть дьявол сковал. И нам нужны глаза веры, чтобы не поверить в дьявольскую реальность. Потому что дьявол часто людям вешает ярлыки. Алкоголик, блудник, вор, врун, лгун, грешник, преступник, плохой человек. Так Иисус, когда пришел на землю, Он так и сказал. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. То есть грешники имеют нужду в нем. И Он не пришел спасать праведных. Иисус пришел спасать нас, грешных людей. В больном человеке глазами веры можно увидеть здорового человека. Однажды, когда Петр с Иоанном шли помолиться в храм, они увидели хромого человека от чрева матери, который от чрева матери не ходил. И он сказал ему, взгляни на нас. И тот смотрел и думал, о, сейчас дадут монеты. А Петр говорит ему, серебра и золота нет, у меня нет денег с собой. Но то, что имею, даю тебе. Во имя Иисуса Христа встань. И взял его за руку и поднял. И ноги ему ментально укрепились. И он стал ходить, стал прыгать. И что дальше Библия говорит? Он стал скакать. На ногах, на которых он никогда не чувствовал. Никогда не ходил. Как я уже говорил, детство прошло без деревьев, без всяких оврагов, без ничего. Он сидел, он лежал. Все дети бегали и прыгали, а он лежал. И вот он теперь отрывается за все. Прыгает, скачет и хвалит кого? Бога. Почему? Почему? Потому что Петр использовал глаза веры. Он видел этого больного здоровым. Да все проходили мимо. И священники проходили, и люди проходили, и кто-то давал ему монету, и хлеб давали, может быть, потому что он был нуждающимся, он не мог работать. А Петр говорит, «А я не дам тебе ни денег, я не дам тебе ни хлеба. У Бога для тебя новый дизайн, новая судьба. Я дам тебе спортивные ноги». Аллилуйя. Многие здоровые даже не имеют спортивные ноги. Тренируются, бегают в зале, крутят велосипед. А этот, представьте, Петр, он сказал, «Серебра, золота нет у меня, а то, что имею». Так что имел Петр? Петр имел ноги. Он говорил, «У меня есть ноги для тебя. Хочешь ноги?» Сегодня люди не нуждаются, может быть, ни в еде, ни в деньгах, хотя многие люди, почти все нуждаются в деньгах. Многие люди нуждаются в здоровье, в понимании, в любви. И глазами веры ты можешь увидеть несчастного человека счастливым. Если ты будешь через молитву смотреть, через Слово Божье, ты будешь молитвенно смотреть на человека, Господь, что ты приготовил для него? А, окей. И будешь говорить в его жизнь хорошие вещи, хорошие слова, в его будущее будешь закладывать. Все, древнее прошло, сгорело, этого больше нету. Все, это прах, это в прошлом. Теперь все новое, и новое оно всегда хорошее и прекрасное. Вы знаете, что глазами веры в неудачники можно увидеть успешного человека. Знаете, как обычно люди говорят? На неудачника. Неудачник, лузер. Неудачник, лузер. Ничего не достиг. Не поднялся, не развился. Деградировал. А можно подойти в человеке и сказать, слушай, я в тебе вижу такой потенциал. Я вижу, что Бог имеет для тебя судьбу, что Бог имеет для тебя будущее. Бог, тебе нужно просто сделать шаг, тебе нужно призвать его, и тебе нужно просто позволить, чтобы Дух Святой действовал в твоей жизни и разрушить дела дьявола. Потому что Иисус про себя сказал, для того ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Когда Он женщине сказал, женщина, ты освобождаешься от своего недуга, это было разрушение дел дьявола. Когда Он сказал прокаженному, хочу очистить, это все дьявол делал. Это не просто прилипло к проказу. Это было спровоцировано дьяволом. Неудачи, разруха, беды, смерти, депрессии, страхи, ужасы, это все от дьявола идет. И Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы негатив весь был разрушен в жизни человека и дать ему новый дизайн. Но кто из такой, из плохой квартиры, где там обои отваливаются, батарея течет, там воняет, там знаете, крысы бегут, тараканы, кто не согласится переехать в хорошую, обустроенную квартиру? Все чудеса Иисуса заключались в отце. Иисус делал то, что видел в духовном мире. Иисус делал только то, что Он видел в духовном мире. Если Он не видел, и Он не делал, Он не говорил, я теперь подряд буду делать всем добро, Он говорил, что я сначала должен увидеть чертежи, план, и вот тогда я это буду совершать на земле. Видеть глазами веры означает иметь знание, откровение, понимание, как поступать. Каждое чудо Иисуса Христа было уникальным. Каждое чудо Иисуса Христа было уникальным. Поэтому, почему уникальность была у Иисуса? Иисус одному сказал, другому взял, плюнул, сделал брение, помазал глаза. Почему тоже нельзя было сказать? Почему надо было вот так делать? А потому, что Он так видел в духовном мире. Друзья, Иисус во всем оставил нам пример. Иисус оставил нам пример, чтобы мы шли по стопам Его, чтобы мы подражали Ему, чтобы мы видели Его в духовном мире. Многие говорят, Иисус, покажись мне, покажись мне. Ты не увидишь Его физическими глазами. Даже апостол Иоанн, он говорит, я был в духе, и я увидел. Поймите, что это был духовный мир, где Иоанн, апостол Иоанн, увидел Иисуса во всей славе. И он описывает откровение, последняя книга Библии, книга откровения, он описывает Иисуса Христа, и что будет происходить. И он говорит, что я увидел, я был в духе. Друзья, и нам нужно быть в духе. То есть, вместе со Святым Духом, человеку нужно видеть славу Божию. Когда человек не видит славу Божию, что он видит? Он видит беззаконие, он видит преступление, и он говорит, Бог, где ты? Доколе преступление будет еще? Доколе будет беззаконие? Но Бог говорит, посмотри на мою славу, не смотри на негатив, не смотри на волны, как они бушуют, смотри на меня. И знаете, когда Петр смотрел на Иисуса, он шел по воде. Скажите, кто сегодня может ходить по воде? Петр шел по воде, потому что он смотрел на Иисуса. Он видел славу Иисуса, что Иисус идет по воде, и Он преображался в Его образ, и также шел по воде. Вот что значит преобразиться, это быть подобным, быть похожим на Сына Божьего. И Бог сегодня призывает нас, чтобы мы начали тренировать духовное зрение, потому что большинство информации в нас будет заходить через духовное зрение, через духовный слух, не через физическое, потому что когда мы слышим физическую информацию, мы улавливаем ее мозгом, но когда мы слышим духовную информацию, мы улавливаем ее духом. И Библия называет нас духовными людьми. Он говорит, душевный не принимает того, что от Духа Божия, потому что о всем надо бы насудить духовно, но духовный судит о всем. Поэтому пусть Бог нас благословит, пусть Он даст нам жажду, загреет в нас огонь и направит наше зрение на правильные вещи, на реальные вещи, во имя Иисуса Христа. Пусть наше зрение, духовное зрение, оно будет откалибровано. Пусть мы будем видеть ситуации духовными глазами, пусть мы будем видеть людей духовными глазами, пусть мы научимся видеть Бога духовными глазами, пусть все в нашей жизни будет меняться. От того, насколько Ты видишь, настолько и будет меняться все в Твоей жизни. Да благословит Тебя Господь во имя Иисуса Христа. Аминь.